Приветствую вас. Ну смотрите, значит нет какого-то способа такого уникального, универсального способа для всех людей выплеснуть, выплеснуть свой гнев, такого способа нет. Все-таки все мы люди разные и как бы говорить о том, что есть как бы, ну есть вот что-то справедливое для всех. Мне кажется не совсем корректно, потому что, ну вы уникальный человек, вот и хотелось бы для вас некий такой уникальный запутник найти. Поэтому нужно с вами пообщаться. То есть вы считаете, что для вашего гнева есть какой-то уже заранее известный путь. Путь. Ну я бы так не сказал с моей точки зрения. человек прокладывает этот путь сам себе, вот. и так вышло, что вы себе этот путь не проложили. Вот. Еще пока. Но, тем не менее, тем не менее, это можно сделать. И начать, конечно, имеет смысл с того, чтобы обратить ваше внимание на некоторую такую, такую, я бы сказал, на некоторую объективизацию, наверное, вашего гнева. То есть, по моим ощущениям, по моим ощущениям, вы свой гнев, вот, ну как сказать, вы его, вы от него отстраняетесь. Я бы так это назвал. То есть, полностью с ним вы не сливаетесь. Уж не знаю, с чем это связано. Вот. Может быть, может быть, вы боитесь. Вот. Может быть, еще есть какие-то моменты. Но, скорее всего, здесь история про обесценивание своих чувств. Скорее всего, здесь история про то, что вы обесцениваете свои переживания. Скорее всего, здесь история про то, что вы как-то вот, ну не знаю, может быть, корите себя за этот гнев, стыдите себя и так далее. И так далее. Вот. То есть, тебе тоже нужно смотреть на эти вещи и уже, и хотя бы вам что-то рекомендовать, да, потому что, ну, так это будет, вообще-то, тыканье за пальцами в, как бы, небо. То есть, может быть, правда, может быть, нет, может быть, права, может быть, может быть, нет. Вот. Вот. Мне об этом не хотелось. Все-таки. Мне об этом не хотелось. Таких вот историй для вас. Вот. А что еще? Что еще можно сказать? Пример гнева и гнева. Семнадцать лет. Это тоже очень важный момент. Гнев, злость, это по большому счету проявление личной границы. И если у вас есть некоторые сложности с тем, чтобы выражать свой гнев, например, то может быть вполне вероятным ситуация, при которой у вас есть проблемы с личными границами. Вот. Проблема с тем, чтобы говорить людям, нет. Вы, там, условно говоря, условно говоря, пытаетесь под людей подстраиваться, например, вы пытаетесь быть, например, людям удобным, вот. или удобным. Я сейчас посмотрю. Так. Да. Непонятно. Непонятно. Мужчинов или женщины. Вот. Но тем не менее. Тем не менее. Пытаетесь, может быть, быть удобным или удобным. Вот. И, соответственно, это вам дается тяжело. Но вы действуете так, например, и когда хотите, и когда не хотите. Вот. Естественно, это поражает ощущение такой, знаете, не свободы, ощущение тюрьмы, ощущение, что вы, там, не должны, например. Ну, как вариант. Вот. Но это, конечно, очень тяжело. Тяжело. Ну, вот та позиция, в которой вы находитесь, она очень тяжела. Я вам сочувствую. Я вам сочувствую. Я сам сочувствую. Правда. Вот. Обычно гнев учатся выражать на терапевтических, значит, консультациях. Ну, то есть, вот именно на терапевтических беседах учатся выражать негатив, учатся выражать гнев и так далее, и так далее. Вот. Большое значение имеет то, как вами, например, воспринимается гнев. Понимаете, ведь гнев может восприниматься, ну, исключительно, как, знаете, история, когда я, например, ну, например, обвиняю кого-то, да, в чём-то. То есть, это вот может быть, ну, это может быть ситуация. И, как бы отсюда идёт такой запрет на гнев, вот, из-за того, что, ну, типа, обвинять нехорошо. Ну, вот. И, конечно, конечно, в таком случае, в случае, частично, 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 частично вы правы. Вот. Потому что обвинение, действительно, это такая деструктивная моделька поведения деструктивных. Вот. Это правда. Но, мне кажется, мне кажется, что очень важно как-то вот замечать в себе, а скорее, то, что происходит, ну, условно говоря, с вами, да? Вот. И смотреть на то, что с вами происходит, вот, смотреть на то, как это всё с вами происходит и, соответственно, уже двигаться по пути выражения именно, ну, именно своих эмоций, да? Не обвинение другого, а именно вот своих эмоций. Обвинение других – это, как правило, следствие. Вот. И запрет у вас, скорее всего, идёт именно на следствие. Вот. Как, ну, как вот, как я думаю, запрет у вас идёт на следствие. На следствие. Именно на следствие. Вот. И вас можно понять, да, в таком случае, потому что, ну, действительно, может быть, не очень-то вы и хотите, там, обвинять людей, значит, ну, в чём-то может быть, может быть. Вот. Но, повторюсь, эм, говорить о том, что вы чувствуете, говорить о том, что вы ощущаете, говорить о том, что вы ощущаете, говорить о том, чего вам хочется, вот, это, мне кажется, очень важный момент. Вот. Поэтому, если вы в этом себя будете игнорировать, если вы в этом будете как-то себе запрещать, вот, ну, если вы в этом будете, то мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Так или иначе. Решать. Поэтому, конечно, вам, и только вам, я ни в коем случае не хотел бы навязывать, эм, свою позицию какую-то, да. Вот. Ну, моё, моё мнение, оно вот такое, такое. Чем сильнее вы пытаетесь свой гнев как-то вот, ну, не знаю, приковать, да. Как бы это нормальная позиция. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам вам пишу для размышлений. Вот. Очень надеюсь на отклик, по моему ответ это послужит для вас началом работы над собой. Ну, всего вам самого доброго и удачи. Я надеюсь на следующий. Спасибо.